Всем привет, с вами Артем. За последние сутки в мире джейлбрейка произошло много интересного, в этом видео я постараюсь рассказать вам о самых значимых событиях. Итак, как вы помните, уже больше года в Китае существует три группировки хакеров, занимающихся джейлбрейком АЭС. Это команды Taiji, которая выпустила взлом пару дней назад, 25pp и Pangu. Взлом, который вы делали по моей инструкции, возможен благодаря утилите, выпущенной группировкой Taiji. Однако, несмотря на это, вчера вечером группировка под названием 25pp выпустила свою программу для джейлбрейка. Она доступна также только для Windows и работает аналогичным образом. Разработчики Taiji уже успели обвинить хакеров из 25pp о том, что те использовали их исходный код. Истина в данном вопросе нас особо не интересует, просто имеем в виду, что на данный момент есть две программы, которые позволяют сделать джейлбрейк АЭС 8.3. Следующая хорошая новость для всех владельцев устройств с джейлбрейком состоит в том, что создатель Cydia Sauric наконец-то обновил свой магазин твиков для полной совместимости с АЭС 8.3. Для того, чтобы установить обновление на свое устройство, необходимо всего лишь запустить Cydia и подождать, пока произойдет обновление списка доступных расширений. Если обновление не запустилось автоматически, переходим на вкладку «Изменения» и нажимаем кнопку «Обновить» в левом верхнем углу. После того, как процесс поиска завершится, вы увидите доступное обновление для твика Cydia Installer. Смело обновляем его, делаем респринг или перезагрузку устройства и радуемся обновленной Cydia с поддержкой АЭС 8.3. Разработчики из команды Taiji выпустили обновленный твик Apple File Conduit 2, сокращенно AFC 2. Он необходим для того, чтобы вся файловая система устройства была видна после джейлбрейка в любом файловом менеджере. Для установки этого твика необходимо добавить новый репозиторий в Cydia, дождаться обновления списка расширений из него и установить соответствующее дополнение. После респринга устройства любой файловый менеджер будет отлично работать с джейлбрейкнутым iDevice. Кроме этого, обратите внимание, что лучший файловый менеджер из Cydia iFile уже поддерживает АЭС 8.3. К сожалению, на данный момент не все твики совместимы с этой версией операционной системы, поэтому придется подождать, пока авторы доработают свои дополнения. Для того, чтобы лучше ориентироваться в совместимости твиков, энтузиасты в сети собрали данные о всех расширениях, и сгруппировали их в отдельном файле. Ссылку на данный документ я размещу под видео, и вы всегда можете зайти в него и увидеть актуальную информацию о совместимости того или иного твика. Обращайте внимание не только на столбец совместимости, но и на колонку примечания. Иногда твик совместим с АЭС 8.3, но какие-то его функции или большая часть функционала не работоспособна. И буквально перед выходом данного ролика появилась еще одна отличная новость. Немного обновился сам модуль Jailbreak для совместимости с расширениями. Для этого также необходимо перейти в сидя, подождать, пока произойдет обновление расширений и обновить твик. После обновления этого дополнения и перезагрузки устройства, часть установленных расширений начнет работать. Кроме этого, в параметрах системы появятся настройки твиков. Как вы видите, на данный момент на моем устройстве уже заработали расширение Little Brother и Flip Control Center. Более того, твик, меняющий разрешение экрана на АЭС 8.3 работает лучше, чем на предыдущих версиях операционной системы. Ранее при попытке установить разрешение от iPhone 6 Plus на iPhone 5 или 5S, мы видели артефакты в углах экрана. Теперь такого не происходит. Предлагаю вам в комментариях писать, какие еще твики вы попробовали на АЭС 8.3 и убедились в их работоспособности либо неработоспособности. На этом все. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, пока!